Налетай! Покупай! Один возьмешь, второй захочется! И вот, блин, тут все кричат, такой рынок, типа, это лягушки продают, пышки свои там. Есть тут кто? Ну, чувак, ты чё, не помнишь про предыдущую часть игры? Нужно стучать там, тын-тын, ты-ты-тын, как там, я не помню, чтобы он открыл. О, опа, опа, смотри, полез. Бумажка. Кротёк бумаги. Ммм, да. Бывает и такое. Разорванная записка. Ты должен её собрать. Тут явно чего-то не хватает. Ааа, понятно. Я так понимаю, это кусочек записки, к которому написано стук. Стук для входа, или я не понимаю чего-то, ну, давайте поищем. Ты серьёзно? Тут у каждой бочки записки, это как понимать, кто здесь оставлял следы? Ну-ка, ну-ка. О, боже, игра. Разберёмся, чего тут написано. А как это работает? Первая буква С. С, ха. А, я понял, почему я такой тупой? Смотрите. Всё очень просто, оказывается. Это же предложение. Это тире, это вопрос, то есть предложение. Смотри. Здесь одна буква, типа... Ну вот. Опа. Это уже похоже на пароль. Опа. Я так понял, у вас. Да, у вас. Ох, какой умный, а. Да, нифига себе, не прошло и четырёх минут. У вас продаётся меч-кладенец. Ну, Елисей. Ну и чего это ты за пароли выдумал? Голос меняешь. Старых друзей на порог не пускаешь. Ты, Добрыня Никитич, не обижайся. А только осторожность она не помешает. Я ведь для ведьмы Басурманской свидетель нежелательный. Вот мы с Елисеем и решили на нелегальное положение перейти. Скрываются они от власти. Чё это натворили? Чё? Ну, я не знаю, я... А это у вас чего? Да, конечно, я возьму. Без разницы, чьё это, что это. Там ещё сапог можно взять, смотрите-ка. А сапог чего на полу валяется? Это не сапог, а прибор для изменения голоса. Я его заберу, пожалуй. Хватит тебе глупостей. О, боже. Как сказал и сделал. Всё. Я у тебя его заберу, пожалуй. Так придёшь же в дом к другу такой. Ха, это твой компуктер? Я его заберу, пожалуй. Ходи, касатель. Гадание на все... Пишу вам, мои дорогие с чужбины. С самого туманного Альбиона, в просторечии Британии прозываемой. Погода тут противная, сыра. Очень тоскую по нашей Руси-матушке. Целую, князь. И всё? И всё. Так, ребят, смотрите, мы в каком-то туманном месте. Есть пивнушка. И мы можем пройти туда, да ведь? Илья Иваныч! Да это ж князь. Ну даёт. Простите, сэр, но вход в данное заведение разрешён только благородным особо. Но будет врать-то. А князь наш как туда попал в таком случае? Говоря о благородстве, сэр, я имел в виду не свойство души, а громкий титул. И совершенно согласен с вашим утверждением о том, что это не всегда совпадает в одном лице. Хм, что-то тут неладно. Мне нужен титул богатыря. На словах-то ничего им не нужно. Смотри, клубок. Можно взять клубок. Может быть, тебе сшить титул из клубка? Я хер знаю. На тебе клубок, возьми клубок, пожалуйста. Ну, тебе он нужней. Грунда какая-то получается. Понятно. Во, теперь можно пройти, оказывается. Ха-ха. Вот это баба. Вот это баба просто жёстко. Ах-ха-ха, ребят. Чё здесь нам сделать? Так, можно пройти дальше? Можно пройти туда? Ха-ха. Серьёзно? Здравствуйте. Приветствую тебя, путник. Что привело тебя ко двору знаменитого и благородного короля Артура? Ну, то есть, к моему двору. Да пустячок, в сущности. Мне бы в рыцаре записаться. Только по-быстрому. А то мне ещё страну спасать. Помыслы твои благородны. А фигура внушительна. Но этого мало. В наши дни каждый рыцарь должен иметь свою фишку. Понимаешь? Чего? Ну, ты должен уметь делать то, чего не умеют другие. Как-то выделяться из общей массы. В общем, хочешь стать рыцарем? Продемонстрируй мне что-нибудь интересное. Ну, я это... Попробую, в общем. Я могу мастурбировать сквозь кольчугу. Это тебе недостаточно? Там Шегги, скобиду! Давайте посмотрим, что здесь можно... Так, Шегги, какая у тебя кличка? Ой. Ну, я уж не знаю, чего я придумал. Его не видно. Отлично. Где он? Хороший удар. Прямо как у сэра Уильяма, рыцаря доброго пинка. Так далеко у него, конечно, никогда не получалось. Но это его фишка. Серьезно? Фишка сбрасывать с балкона уже занято, да? Бутылочку. Сейчас съем. Вот такой могу фокус показать. Нет, сядь на бутылку! Чувак, сядь на бутылку, он охереет просто. Ну, это старая фишка. А это ты, Хель, ничего. На пиво наше похож. Потрясающе! Нужно было просто бухнуть, так бы сказали. Благородный Илья Муромец, рыцарь дубовой бочки, пройти желает. Вот так бы и раньше. Добро пожаловать, сэм. О, да. Превосходно. Теперь мы можем бухать в пабе. Ой, Илюша, ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть. Ну-ка, иди ближе, я тебя расцелую. Ты чего ж это делаешь-то, а? Страна в опасности. В палатах княжеских вместо трона кровать бусурманская стоит. А ты здесь зенки заливаешь. А вот это ты, Илья, зря. Не надо на меня напрасно вывозводить. Я ведь не просто так. Я ведь агентурную работу вел. Про бусурманшу нашу информацию выведывал. Ну, рассказывай, чего выведал. Расскажу, все расскажу. Но попозже. Я тут, это, в общем, задолжал немного. Расплатиться нечем. Помог бы ты мне, Илюшенька. Ха, у меня, как раз, монетка есть. Так, медведь, стоп. Хорошая шкура. Прочная. И с такой, что хочешь, сшить можно. Хоть сапоги, хоть шапку. Конечно. Складываем и в кармашек. Че он делает? Так это смешно выглядит, боже. Это смешнее, чем когда он умирал. И много ли князь русский тебе задолжал? А у меня все записано, благородный сэр. Вот, значит, Эль, 18 бочек, икра белушья, ведро, цыгане, два табора, медведь ручной, один, посуда битая, мебель поломанная, компенсация леди Честертон за оторванный подол, компенсация лорду Честертону за помятый доспех, да плюс чайвые, всего 10 тысяч фунтов. Че-то, князь, че-то там, вот, да, такие эмоции должны быть. Берем листочек, хорошо, как плохо-то, да. Мать честная, да ты в своем уме, князь, 10 тысяч фунтов. Ты что ж державу позоришь? Ой, ну, улегся, раззадорился малость. С кем не бывает-то? Ты-то меня понимаешь? Тебя-то я понимаю. Я не понимаю, откуда мне деньжищи такие взять. Я вот тут думал на досуге, может, Артур займет? Ну, по-свойски, как монарх монарху. Ты б спросил его, Илюшенька. Да уж, придется. Ох, сейчас будем у британского короля занимать баблишко. Так, у нас есть шкур, у нас есть шнурок. Нитки нужны, чтобы сшить что-то, я понял. Пойдемте к Артуру. Рад видеть тебя, рыцарь дубовой бочки. Что привело тебя ко мне? Мне нужна помощь, благородный король. Ты пришел по адресу, сэр Илья. В этом мире очень мало дел, в которых не мог бы помочь великий король Артур. Мне нужны 10 тысяч фунтов. И это, к сожалению, одно из них. Увы, мой друг, казна моя пуста. Социальные программы, благотворительность, проект развития села, прогрессивное правление так дорого обходится. Пожалуй, тебе стоит поискать кого-нибудь другого. Вот, игра легко, прям очень-очень тонко стебанулась над тем, что Рашка на дне. Типа, вот в Британии, казна, все государственные деньги, все тратится, вливается, все развивается, а в Рашке, конечно, в золоте купается. Ну вот, вот она Россия. Так, Шегги, может ты что знаешь? Вам нужен Робин Гуд. О, да. Вот это поворот. Робин Гуд так Робин Гуд. Охренеть, вот это да. Ну вот. И где мне в дремучем лесу благородного разбойника сыскать? Эй, Робин Гуд! Робин Гуд! Выходи! Что ты долбаныл ты, что ли? Илья Муромец, ну ты что несешь? Именно. Я так и знал. Русский богатырь Илья Муромец ищет встречи с благородным разбойником Робином Гудом, ежели тот, конечно, не струсит. Вот. Вроде без клякс получилось. Ну вот, теперь прочтет и сам меня отыщет. А уж потом и потолкует. Звучит заманчиво, Добрыня. Так, это все? Так, эти потрогать нельзя. А в принципе, даже тут ничего вообще нельзя. Пойдемте отсюда. Вот он пришел по записке. Нихера ты мужик даешь. Ну-ка поболтаем с тобой. Эй, дружище. А ты случаем не знаешь, где Робина Гуда найти можно? А кто хочет знать? Русский богатырь Илья Муромец. Робин Гуд. Самый известный и самый благородный разбойник Британии перед тобой, парень. Да тише ты, чего орешь-то? Услышат ведь, а ты в розыске. Вон весь лес в плакатах. А, да, это дело прошлое. С тех пор, как моим адвокатом стал сам сэр Уильям Красноречивый, власти отказались от моей поимки. Все равно, меня каждый раз освобождают прямо в зале суда. Так, чего звал-то? Деньги нужны. Десять тысяч фунтов. Для благородного дела. С деньгами у меня проблем нет, но просто так не дал. Ну-ка дай подумать, что с тебя взамен стреповать. Так, ты думаешь, или мне болтать с тобой нужно еще раз? Чувак. Ну, надумал чего? А ты сомневался? Тогда ты не знаешь Робин Гуда. Будем стрелять из лука. Если победишь, деньги твои. Нашел дурака. Давай лучше на кулачках. До первой крови. Хе-хе, нет уж спасибо. О, придумал. Будем в футбол играть. Ну, спорт, конечно, непонятный, непопулярный, но мне нравится. Меня мой сосед, сэр Бекхэм, научил. Только для этого дела мяч нужен, а мой шериф Ноттингемский кинжалом проткнул. Сшей новый и поиграем. Вот это да. Так, стоп, смотри, у нас есть... Нитки есть, кожа тоже. Иголку бы раздобыть. О, смотрите-ка. А где? Князь, может, у тебя там где-нибудь... Столько там всяких волосов. Князюшка. Нет? Откуда, Илюша? Не штрашить умею. Вау, вот это я хочу в Британию уже сразу. Спасибо за иголочку. Сейчас как сошьем. Ну да, хорошо получилось. На, держи, дружище. Пом, пом, пом. Да ни хера ты, ни хера ты даешь. Ну, похоже на мяч-то. Отлично. Даже лучше, чем Билл. Пойдем и начнем наше состязание. Так, он забил или нет? И кто тут чемпион? Я теперь буду забивать. Рррррр. Как он это делает? Это невозможно. Так, последний удар. Решающий. Последний мяч. Я должен забить ему гол. Я дурак. Я понял, в чем смысл. Я понял, в чем смысл. Я пон... Блин, какой глупый. Ессс. 4-3. Британская куртизанка. Тебе просто... Давно я так не веселился. Вот твои деньги, русский богатырь. Илюша, спаситель мой. Домой приедем. Я тебе орден вручу. Нет, даже два ордена. И еще медаль за оборону князя. Ты лучше скажи, как принцессу одолеть. А очень просто. Сила ее колдовская от амулета с волшебным камнем глазом дракона идет. Амулет тот она в Китае раздобыла. Но там еще один такой же глаз остался. Вот он-то нам с басурманшей справится и поможет. Ежели эти два камня вместе свести, вмиг все ее колдовство улетучится. Ты вот что. Садись и все это в письменном виде излагай. В письменном виде? Это ты хорошо придумал, Илюшенька. А зачем? А затем, что письмо это мы Добрыне отошлем. Чтоб в Китай за глазом драконьим отправлялся. Ну-ка, дописывай. Да на улицу пойдем. Опачки. Че это такое? Типа, смотрите, мы по... А, как громко эта музыка играет. Мы пошли... И нужно нажать че-то? Че-то? Вот она, великая китайская стена. Давненько я здесь не был. А, твою же мать. Мы сейчас должны будем, по сути, по сюжету встретиться со Змеем Горынычем. Он же у нас сейчас в Китае подался, судя по мультфильму. И там, типа, преподает уроки боевого искусства всякого. Чувак, ты в меня не стреляй без стрел, я живучий. Давайте на этом моменте закруглимся, продолжим в следующей серии. Спасибо, что поставил лайк. Чем больше лайков, тем чаще серии. Продолжим с вами скоро. Давайте там, держитесь, там уж какое-то самое лето же. Купайтесь. Все, ладно, пока.